Бабушка пришла, цветы принесла, шарики Дэнки принесла Happy birthday to you Проснулась раньше, всех несет что-то, говорит, сейчас я тебе кашу по своему фирменному рецепту Я льняную замочу Дэн, пойдем скорее играть новые, потому что Россия говно просто Взяла блокауты вот такие серые, Дэнки в комнату повешу Ну что, привет, мои хорошие, с вами Селена Свой, мы начинаем влог С чего мы начинаем влог? С того, что у нас день рождения у Дэнки И сколько Дэнни лет? Четыре Четыре, ю-ху, с днем рождения, Дэнки Ой, 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 ой Короче, на самом деле у нас уже гости Лена приехала ко мне с утра пораньше в 11 часов Так что вы имели в виду, я пол одиннадцатого проснулась только. И самое страшное, что у меня был выключен телефон, а у меня сегодня доставка, сборка, девочки должны приехать. И я такая просыпалась, такая еще не хотела. Просто думаю, а что никто не звонит, не вибрирует, никто не спешит ко мне. И я открываю телефон, а он у меня выключен, представляете? Я не знаю, а он вчера сел у меня. И в итоге я Деньку пока спать укладывала, забыла его включить. Ну ладно, Лена приехала, время уже три часа. Я вообще ждала к трем часам, Алена чуть-чуть задержится, у нее чуть-чуть не получается. Она, наверное, приедет к вечеру, так же, как и мой брат. Вот, и что сегодня я вам расскажу. Как обычный день, все начинается, но мы уже заказали суши. Это первая партия суши, я думаю, что мы сейчас с Ленок нормально подъедим здесь, да, все. И с детками, ну, какие-то что-то они едят, что-то нет, вот. И потом уже еще свеженькую партию я закажу для наших гостей, внов прибывших. Я очень долго думала, что мне надеть, честно, это прямо проблема. Ну, в итоге я надела то, что удобно, с желтым не идет, штаны, в которых удобно бегать, все. Сейчас Деньке, ну, не сейчас, потом, когда Лена, Алена приедет, я так разделяю, Лена, Алена, я ему там кофточку другую, светленькую для фото, там вот, а еще сегодня, девочки, я приготовила вчера торт. Вот, кто-то смотрел во влоге, я приготовила торт сама, я сейчас покажу, какой он получился. Я не знаю, конечно, он, ну, такой он скромненький, девчонки, не ожидайте, что там будет торт сейчас такой, знаете, как на продажу, нет. Это торт по рецепту моей тети, аккуратно, он у меня в такой вот тарталеточке, вот так вот он выглядит, я даже написала бананом Дэнни. Сюда мы будем втыкать свечи. Здесь у нас три коржа, два разных вида крема, ну, сверху глазурь, да, а там внутри крем. Вот, он получился маленький, потому что я не знала, какой он получится размером, рецепт очень старый. Моей зоди Нади, которая безумно вкусно всегда готовила торты. Я не знаю, как он получился, я его не пробовала. В 2 часа ночи вчера только приготовила и положила его в холодильник. Я надеюсь, он пропитался, вот, я надеюсь, он будет вкусный. Я заманила максимальное количество человека на мой торт, приедет мама с братом попозже к 7 часам, ну, после работы, брат, потому что сегодня день будня, будня, вот. Короче, на всю по-домашнему. Ленок приехала, мы общаемся, трендим, компотик еще вот сварила вчера тоже. Так что пьем компотик, деткам всегда есть что покушать, там фрукты, сейчас еще тоже сделаю фрукты, и потом угощу всех тортиком, ну, очень интересно, что там получилось. Так что мы приступаем к еде. Я решила 4 года тоже не заморачиваться сильно, это все-таки не юбилей какой-то. Вот на 5 лет уже, я думаю, можно снять и помещение, и все сделать, а сейчас еще можно этого не делать. Вот на 5 лет обещаю что-нибудь веселенькое замучу. Надеюсь, все условия зайдутся к этому. Ладно, все, едим, мы уже голодные, мы ничего не ели, да, сегодня еще? Приятного аппетита! Забыла еще девочке сказать, что мне же кровать еще сегодня будут собирать, да, вот такое вот. Я освободила здесь уголочек, пока туалет кошачий поставила здесь, потому что она прячется, боится шариков опять. И спряталась где-то здесь, и ей туалет поставила, чтобы она боится выйти. Короче, вот часть от кровати здесь придет где-то в 6 часов сборщик, и будет собирать. Я его здесь закрою, мы договорились. И вот еще две части, это тоже от кровати, в общем, будут собирать. Так что сегодня у меня подарок для Дэйшки не только торт, да, но и кровать новая в детскую. Вот, так что весь в подарках сегодня. Я, кстати, ему ничего такого не покупала, реально вот торт решила приготовить. И, да не знаю, я ему подарок могу купить в любое время, он даже сейчас у меня на самом деле не особо понимает, что там подарок, не подарок, и так много подарков сегодня. Бабушка пришла, цветы принесла, шарики Дэньке принесла. А где это, Виталя? Дэня, держи. Я с шарами решила не ждать. С днем рождения, бабушка, говорит. Цветы маме, наверное. А тебе шарики. Нет, а ты хочешь цветы, ну держи. Там такой ветер, и эти шары. Держи цвет. О, а шарики держи. Они же там запутались. Так, а скажи бабушке, сколько тебе лет? Какая бабушка. Бабушка. Бабушка, вообще молодец. А сколько тебе лет? Четыре. Молодец. Цветы маме, да? Заходи, бабушка, раздевайся. Мы такой торт здесь мутим уже. Я решила торт украсить, вот. И мы целый сейчас вот просто процесс украшивания торта, девочки. Ну, я покажу, когда его полностью украшу уже. А то он мне показался каким-то не очень. Ну что, мои хорошие, получился вот такой торт. Вот так я его решила, в общем-то, украсить, чтобы он был яркий, красивый. И дети уже заценили, уже хотят скорее его попробовать. Ну что, у меня растекся вот этот вот шоколад белый. Неправильно, короче, я его как-то сделала. Первый раз сделала. И в итоге хотела сверху по банану нарисовать, чтобы было ярко, красиво. Оно все растеклось. Ну, короче, видно, что дым. Четыре года здесь, с днем рождения написано. Будем это зажигать совсем скоро. Ждем еще Таню. Я надеюсь, она уже скоро подойдет. Я ей сказала не опаздывать. И будем зажигать свечи. Так, готовимся, да? Готовимся. Это должно быть очень полезно. Все, красивый ребенок. Мама не ваша. Сейчас мы ее улыбали. Знаменательный момент. Сейчас бы все это точка у нас. Сирка. Дэн, а ну-ка садись быстро. Куда ты, где ты сидеть должен? Дэн. Дэн, садись. Иди садись, будешь дуть сейчас. Дэн, садись. Поехали. Хэппи бёздэй тую. Хэппи бёздэй тую. Хэппи бёздэй. Дэн, садись. Хэппи бёздэй тую. Дуй, дуй, помогай! Все, все, дуй, дуй! Давай еще! Давай еще! Хочу! Дуй, дуй, дуй! Хочу! 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 Дуй, дуй! Хочу! Хочу! Один дом еще! Хочу! Мама! Девочки, мама, обнимание! Не твердо ли, пропитался ли? Это же самое интересное! Я же переживаю, что он, может, не пропитался там. Ну, он должен пропитаться! Как он пропитался? Ну, да, ступчик! Ну, вроде мягко, но что? А что ты переживаешь? Все ингредиенты, все вкусные! Ну-ка! Кучки пекла! Крем взбивала! Ну, может быть, знаешь, не пропитался! Не пошло оно внутрь! Подожди, подожди! Так, хорош малину наеливать! Хорошо! Красила фруктов и всяких вкусняшек! Не пожалеешь! Молодец! Конечно! Она так переживала, волновалась! До сих пор переживала! Пока мы не попробуем, будет переживала! Так, Настя, а ну-ка, тихо! Чтобы все отзвонили! На первый-второй рассчитайся! Что у вас с вами было, да? Да-да-да-да-да! Так, сейчас я возьму первый кусочек, покажем в разрезе! Да-да-да-да! Жуй! Нет, ты жуй! Это шоколад! Жуй! Грызи! Зубками грызи! Вкусно! Вкусно! Довольно-таки! Грызи! Нет, доча, обязательно! Кто будет пить? Я могу первый попробовать! Давай, маму! Я жить всех давала! Давай, давай! Мы всех поели! Натали первая! Что скажешь? Что хватает там, не хватает? Вкусно! Ну и чуть-чуть суховая! Мне тоже! Можно было бы чуть-чуть еще у кремушка, чтобы пропитался! В целом, очень даже неплохо! Да, спасибо! Мне тоже так! Ваня, вот он сейчас еще ест! Вань, как тебе вообще? Мне тоже понравился! Ну, ты в итоге доешь его? Да! Все нормально! Даже суховат! Тебе даже не суховат, да? Виталя, а ты же одно попробовал! Пойдет! Ах ты! Какой! Так, мамачоли! Давайте! Это она рецептик давала! Вкусно-сидорный, но сладкий! Да! А, тебе сильно сладкий показался, да? Конечно, там сахара сколько было! Вкусно-сидорный! Да, я все делала честно! А где? А тебе понравился, Настя? Да! Ты сказала, что это самый красивый торт в жизни, да? Да! Настя! Лена, как тебе тортик? Вкусный! Ну, что-нибудь, может, хватало, не хватало? Может, добавить в следующий раз что-нибудь? Мне всего хватало, можно прям слой крема побольше! Хорошо! Танечка! Танечка! Очень-очень вкусный! Мне тоже понравился, как я люблю! Сладкий все, прям все-все, что я люблю! Все было! И маршмеллоу, и мемендемсы, и малина! Танечка! 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 Спасибо, дорогая! Так, ну а я сейчас скажу о тортике! Мне показалось, он тоже, да, немного суховатый! И сильно-сильно сладкий! Я просто люблю... Нет, он вкусный, классный, да! Но я люблю просто совсем другие торты! И я обязательно найду этот рецепт! И есть липую его вместе с вами! Мои хорошие, уходят уже! Все явки пороли! Пока-пока! Куда-куда переедете? Пока! Спасибо, что пришли! Уйди, мои сладкие! Ну что, мои хорошие, второй заход уже! Мама, Виталя, Натали, Таня! Все! Кушаем роллы! Я, кстати, заказала вот одни, которые заказывала сегодня! Вот, как раз таки холодные, они очень вкусные! И вот это вот пришло второй! Я прям хочу попробовать! Сейчас сяду с вами, запотчиваю! Кто тут уже решил подмотать мои шарики? Не твои, а Денинные! Денинные шарики! Кто подматывает? Мы же добрые! Так, все, мое семейство уходит теперь уже! Да! Сидели два часа, да? Мы болтали где-то? Два часа сидели, болтали! Посмотрите, какой у нас тут это... Подарок! Порядок! Подарок! Спасибо вашему дому! Давайте! Танюшка остается у меня! Я вас в прошлый раз видела, вы такая напряженная была! Танюшка! Танюшка! Моя маленькая моя девочка! Моя кошечка! Пойдем провожать гостей! Первый день она ходит чисто на прийти в себя! На прийти в себя! На прийти в себя! На прийти в себя! Ну все, до свидания, гости дорогие! Ох, какой ты большой, Виталик! Я не знаю, как Таня это делает, но Мила просто шариколов какой-то! Целый день просидела, главное, боясь шариков не вылазила, а под ветер она их даже ловит и спускает, вот пожалуйста! У-ху-ху-ху-ху-ху! Все! Как избавить кошку от страха! А дай ей поиграться с объектом ее страха! Коман, коман, коман! Чем это за Таня занимается? Сэлф снимаешь? параллельно съемки ну что мы хорошие остались мы станешь и вдвоем всех проводили вот сейчас уложила малыша и я думаю что мы сейчас вспомнили детство опять как всегда слушай мне кажется с кем бы я вот так вот не это не вела беседу мы всегда что-нибудь из детства вспомнил остались у нас еще суши там немножко сейчас я думаю я пригублю ночной дожор как они говорит вот ну и короче мы вдвоем так быстренько убрали все чистенько но там на столе чуть-чуть осталось а так вообще смотрите по пылесосила я успела танюша помогла мне тут убрать детские игрушки которые валялись по всей квартире как-то вдвоем так за пять минут мы все сделали очень-очень удобно вдвоем убирать шарики наши он они все в общем день на самом деле вообще прекрасно спасибо всем кто пришли а те кто не пришли обязательно увидимся не расстраивайтесь кто не смог прийти по разным причинам да вот но я думаю мы увидимся с аленой алена не пришла темненько не смогла не получилось там до последнего думала что приедет но не получилось но ничего мы с ней все равно встречаемся на выходные у ее сына тоже день рождения 25 числа вот и будем отмечать нас пригласили с дэнчик и вот ну а сестр я тоже скоро увижу сестра тоже не смогла прийти она прям работают у меня сильно допоздна и как бы с ребенком много там дел надо делать вот поэтому вот два человека не пришли сестра моя с племянником это сестра моя не пришла с ребенком и алена не пришла с детьми ну будний день потому что я в принципе так и думала что будний день все обычно заняты но я не стала на выходной отмечать чтобы не растягивать этот момент во первых а во вторых то есть у нас день рождения в среду и получается надо ждать среду четверг и пятницу и субботу и аж только воскресенье отмечать потому что воскресенье у меня в субботу тоже работает сестра и брат вот поэтому я думаю уже в среду отмечу да я думал что они после работы придут но вот не получилось ну ладно думаю ничего страшного это всего четыре года вот когда будет пять лет тогда я жду всех и я собираюсь уже более грандиозно отмечать день рождения пока решила так вот попроще завтра мы поедем дэнчики за подарками потому что нам надарили опять конвертов и дэнчики надо будет что-то купить какие-то интересные развивашки какие-то игрушки а старые кстати надо под шумок по выкидывать милка мне разошлась она кусает меня сегодня потому что она злится то мило злится так мило мило ты знаешь что нельзя кусаться мама не разрешает что на тебя нашло целый день сидела где-то да потому что шаров боялась а под вечер давай нападать на всех это не дело то у меня хорошая кошечка вот такая хорошая девочка у меня послушная вот по поводу кстати кровати мне должны были собрать сегодня вечером прийти но позвонил сборщик и сказал сегодня не получается и он завтра приедет где-то пол двенадцатого вот мы как раз выспимся я думаю таня у меня остается кстати мама сказала что там супер суперское место там где находится кровать и место кровати и они сегодня кстати с мамой в один голос и таня и мама говорят что просто высыпались там в этом углу как никогда что там козырное место для спания вообще надо будет поспать тоже вот и чего могу сказать ну завтра тогда нам соберут кровать и завтра такой будет у меня совмещенный день рождения с кроватью как бы да это как бы и торт подарок моему сыну был и кровать пожалуйста завтра соберут все я скажу это твоя кровать полноценная это твоя комната но она еще чуть не готова я думаю что может я даже завтра что не докуплю короче хотя она завтра не так много времени будет завтра мы пока проснемся пока все соберут а потом нам на развивашка их шести часа а может мы после развивашек поедем короче у нас все дни загружены у нас получается вообще пять дней в неделю это всякие развивашки я думала бассейн сейчас куда-нибудь впихнуть и не могу понять куда удобнее впихнуть бассейн чтобы все-таки у нас были выходные чтобы не каждый день мы куда-то ходили да хотя бы там пару дней были такие что целый день мы посвящаем себе там торговый центр поехали развлекаться да и не надо никуда бежать сломя голову на развивашку ну короче завтра крова это делают и завтра я вам ее уже покажу пошла с танкой болтать она там пока это тик ток записывала там оформляет не думайте что здесь болтаю она сидит скучает она очень даже занята все спокойной ночи завтра тогда увидимся пока мои хорошие смотрите кто делает мне завтрак кто делает мне завтрак танюша проснулась раньше всех несет что-то говорит честно тебе кашу по своему фирменному рецепту и льняную замучу кофе но вы знаете посмотрите звонят таня села батарейка у меня короче танюша в него такой завтрак приготовила что-то тут намутила льняная каша тут мед что еще здесь овсяные хлопья овсяные отруби четыре злака по моему и льняная каша мед я-мое сейчас попробую так молочко и в молочко мы добавляем какой-то микс из кофе что такое что такое не добавляла кофе здесь кофе растворимый здесь кокосовый сахар разлила спасибо боже мой это моя вина так чтобы пробовать своеобразный такой ты просто думай о том что это очень полезно льняная каша она для кожи для эластичности для гладкости для волос мягкости в ней очень много всяких полезных свойств которые просто ты ешь и просто думай о том как обогащается твой организм всеми полезностями как ты молодеешь как ты становишься краши изнутри и твоя вся красота она светится вот как бы изнутри понимаешь надо только вот этим вот себя распокаивать и поэтому я ее нет прикольно она вот это в этом есть но я вряд ли ее еще раз приготовлю за полтора минут да ладно серьезно ну не мое слушай ну еда должна быть вкусная очень много полезного реально вкусно дэй пойдем скорее кровать новые это же твой подарочек девочки даже мусор унес с собой пришел человек который мальчик вообще пришел мальчик лет 18 мне кажется и нам собрал вот кровать смотрите как она выглядит в таком вот виде разобрана смотри день твоя кровать только не залазь подожди давай мама заправит все сделает и ты будешь вот это твоя кровать как бы она твоя ты пока на ней спать не будешь но она твоя давай потише сделаем иди пока в комнату мама все покажет девочка короче мне нравится да вот такой полный минимум здесь у нас ящики как и долго господи ждала эту кровать 20 килограмм здесь смещается все очень мягенько ездит два ящика то здесь будет у нас постельная еще что-то вот и как бы спать ребенок будет вот так вот да я даже с ним могу здесь лечь по что есть достаточно широко есть 80 и матрасы вот я взяла 80 да а если раздвинуть захочется то мы берем вот так вот тянем мило аккуратно там опа и у нас получается такая двуспальная кровать и матрасы тоже то есть он один на один сейчас он будет высокий сейчас я вот уложу так там немножко места не хватает видите криво пошло надо подвинуть будет все подвинул эту фигню которую надо разобрать ближайшее время и все вот до конца я распределила да вот такая получится огромнейшая просто двуспальная кровать мне кажется для любого гостя для деньги со мной как бы это просто к но пока она будет собранным как бы это в крайних случаях наверное если два человека останется да там или мы знаем как ляжем будем разбирать так она будет собранная сейчас я хочу я сейчас а я сейчас положу матрасы и покажу как она в собранном виде а потом соберу ее уже и покажу как разобранным ну и то есть наоборот вы поняли да сейчас матрасы сверху положу пока она разобранная так вот так вот она смотрится смотрите матрас уже представляете пока лежали не были зачехлены и уже детки играли у меня здесь, и что-то нет-нет, да? Покрасили непонятным цветом. Короче, вообще кайф, девчонки, а ну-ка. Класс. Что это за фигня на камере? Простите, кошечки мои. Ну это кайф. Вообще, какой кайф. А еще мне все говорят, и мама, и Таня, я уже говорила, что здесь вообще козырное место. Они все здесь высыпаются. Мама вообще говорит, я ни разу тут первые два дня спала, вообще ни разу не просыпалась. Не вставала за ночь. Вообще здесь просто, вообще. Мне кажется, она больше моей. Очень круто. Но мы ее не будем в разобранном виде, потому что она много места занимает, так, да? И пока, ну, как бы не нужно спать. Сейчас я ее соберу. Вот этот матрас я кладу сверху сюда. И собираю ее. А, еще я заказала специальный типлинг или топлинг называется. Не помню, как, короче. Я заказала, это сверху такое, знаете, укрывается, чтобы сравнять матрасы, когда их два отдельных. Вот так вот раз, девочки. Собрали. Не смотрите на мой внешний вид. Это чисто, что было, первое попалось, и то я взяла. Все красивенько. Матрасы, конечно, очень высокие, да. Получается, что у меня здесь, я не знаю, ну, прям, прикольно, кстати, что-то в этом есть. Ни спинок, ничего. То есть, очень высоко, на самом деле. Здесь можно упасть, я вам так скажу. Вот так, как будто на какой-то возвышенности спишь. Вот, но здесь я вот... Мила! Здесь я вам буду снимать видео, я сейчас красивенько сделаю, подушечки положу, как бы. Конечно, в Икее матрасы маленькие, и они, матрасы эти вот, они вот так вот, раз и два. И вот эта штука еще торчит. Но, с другой стороны, хорошо, что эта штука не торчит, потому что... Почему? Потому что она ограничивает рост. То есть, высокий рост будет упираться сюда, да. Нам это не надо. Высокие ноги пришли и немножко выглядывают. Нормально. В общем, сейчас застелю красивенько, да, и покажу. В целом, мне нравится. Мне нравится. Главное, матрасы хорошие. То, что в Икее продавались, мне, честно говоря, не нравились, поэтому я заказала такие. А такие, Арматек, по-моему, я заказывала, они... Это минимальная их высота. То есть, меньше нельзя было бы. Так, смотрите. Я сейчас заправила большой простыночкой. Конечно, матрас получился прям высоковатый. И, ну, широкая простынка, которая идет на мою, допустим, спальню. Ну, 160, да, 160 на... Сколько там? Господи. А, сколько у меня? А, 160 на 2, да? Ну, она заправляется. По бокам нормально, в длину не очень. Надо прям еврик-еврик, чтобы был. Но вообще хорошо бы найти что-то. Надо найти какую-то такую свою простынку на резинке, чтобы она еще держала два эти матраса. То есть, я чтобы на два матраса сразу одевала. Ну, я думаю, я найду, что такое универсальное. Если у кого-то есть вот так два матраса лежат вместе, напишите, какой размер простынки на резинке, да, или что-то используйте, чтобы вот как бы раз одел и все, вот не парился, потому что эта простыночка будет выскальзывать, мне кажется, вот в ногах, вот там вот. Сейчас я застелю покрывальчиком, наложу подушек, покажу. В общем, пока на вскидочку сделала вот так. Вот, подушки положила. На самом деле, можно больше подушек положить и по бокам, и везде, и получится такой диванчик даже на возвышенности. Вот, главное, что он очень удобный, комфортный, сидишь, ничего не скатывается, эти матрасы твердые. По приколу здесь вообще, честно говоря, сидеть, снимать. Я прям вот вижу, как я уже буду здесь сидеть и снимать видео какое-то. Ну, надо бы тоже все украсить, потому что чего-то не хватает, на стене чего-то не хватает, да, какой-то, может, картины тоже красивые. Ну, вообще не хватает порядок здесь навести мне в этой комнате. Ну, я прям ждала кровать. Да, и тут у меня для съемок еще куча всего лежит, и белье разобрать. Ну, короче, здесь на самом деле есть куда все распихать. Мне просто нужно найти время. Время, чтобы просто этим заняться, потому что разбор вещей, он занимает очень много времени. Вот, что я заметила. Вот, ну что, я рада. Наконец-то я кровать сделала. Денечка! Денни, иди сюда скорее. Иди, опробуй кровать свою. Давай. Класс? Нравится? Да. Да. Твоя кровать, зубка. Так, хотела сказать, какие планы у нас сейчас будут. Мне надо привести себя в порядок. У меня как бы немытая голова уже давно. Но пора бы ее помыть. Вот. Сейчас приведу себя в порядок. Накрашусь. У нас развивашки будут в 17.30. Уже времени, кстати, не так много осталось. Полтора часа. Два часа. Короче, я сейчас пью кофе. Мы кушаем с Денней. И мою голову привяжу себя в порядок. Мы едем на развивашки. После развивашек. У нас сегодня по самообороне, по-моему. Да, самооборона. После развивашек мы едем уже, я думаю, в торговый центр, наверное, какой-то покупать Денни подарки. Я покажу здесь вам, что купили. Нам надарили денег, как всегда. Шарики и денег. Так что у нас насобиралось много денежек. И мы пойдем Денке покупать что-нибудь. Ну, какие-то развивашки, игрушки. Я не знаю, может быть, в детский мир зайду, посмотрю. Я даже не знаю, что нужно нам. Я вообще хочу Денки на все игрушки, которые у него есть. У него просто мешок тех игрушек. Просто реально взять и выбросить. И брать уже какие-то игрушки качественные, в плане, чтобы он их не разбрасывал, не ломал. Я не знаю уже, что сделать, но это вечно собирающиеся горы игрушек. Честно, они меня напрягают. Мне прям хочется, знаете, такие крупные игрушки брать, чтобы они были не мелкие, да? Чтобы вот просто ее нельзя было разобрать. Вот деревянные игрушки, прибитые к потолку, кстати, отличная идея. Ну, короче, ладно, посмотрим. Он любит у меня книжечки. Может, какие-то возьму, там что-то, лабиринты, может, интерактивные, что-то такое, игрушки. Не знаю, короче, что буду брать. Но сегодня пойдем и смотреть. Может быть, он сам что-то себе выберет. Вот. Здесь покажу вам, что купила, и, наверное, влог на этом закончу. Остался последний кусочек тортика. Девочки, секретик открываю. Песочное печенье. И то, что вот крем, который у меня был. Ну, короче, этот тортик становится еще мягче, когда он постоит. Я его вытащила просто из холодильника, сразу разрезала, сразу дала всем на пробу. А когда уже мы с Таней остались вдвоем, этот тортик остался здесь на столе. И он, наверное, часик-полтора постоял здесь. И когда я его начала есть, я говорю, глянь, какой он мягкий. То есть ему нужно было постоять немножко и вот как бы оттаять от холодильника. Так что тортик зачетный, всем понравился. Но я буду еще экспериментировать обязательно. И новой рубрике быть. Что-то мне зашло готовить. Даже понравилось. Ну что, мои хорошие, я накрасила. Я сделала себе причесочку. Но попозже покажу, какую. Пока я покажу, в чем я сегодня пойду. Джинсики. Короче, эти джинсы, на самом деле, они обалденные, классные. Посмотрите, они вообще как сидят. Завышка талия. Вот бананы такие, да. Очень мне нравятся. Но единственное, что я их вот в последний раз уже постирала, погладила и повесила так, чтобы они не мялись. Они, если лежат сложные, они мнутся, короче. И просто они лежат, потому что мне быстро надо куда-то собираться, и они помяты. Вот сейчас они нормальные, классные. Вот я одела с футболочкой. Ну, я думаю, вдруг будет холодно. Объемненькую такую вот одела худи свою. Короче, мне очень нравится. Ну, вниз белые кроссовочки. Я заяц. А ты кто? Денечка, одевай кроссовки. И мы сейчас собираемся на самооборону. С чего это у нас тут вечер не задается? Представляете? Короче, сейчас пошли с Денькой на самооборону. Ни хрена он туда не пошел. Просто, вообще просто. 500 рублей выкинули занятия. Дело в том, что взяла абонемент. Я не плачу по занятиям. Я взяла абонемент. Вот он походил первое пробное. Походил второе, отлично позанимался. А третье, он просто даже не захотел заходить туда. Не знаю, может быть, зависит от того, что они делают. Потому что первое занятие, второе. Они там по канату ходили. Какие-то прыжки вот эти вот делали. Специальные штучки там были. Там батуты прыгали. Не знаю, может быть, в этот раз мы опоздали чуть-чуть. И он не стал уже заходить. И вот эти просто занятия. Ему не кайф там стоять так, тянуть так. Ему не кайф заниматься. Не стал заходить просто. Вот даже я с ним уже зашла, сидела. Он вообще не отходил от меня. Сел. Ну, короче, не кайф. Я понимаю, что ему... Короче, не заходит. Не заходит, и я не буду его мучить. Я говорю, давайте два последних занятия, которые остались. Сейчас мы подумаем, что мы сделаем. Либо там мини-садик у них какой-то есть. Можно попробовать. Там у них три с половиной часа в первой половине дня. Это, конечно, не очень удобно, да? Что там три с половиной часа? Ничего. Надо подольше, чтобы было. Вот. Ну, оставлю пока развивашки вот эти, которые были. На самооборону пока не будем ходить, потому что в коридоре, ну, как бы я плачу деньги не за то, чтобы он сидел в коридоре. Правильно? А надо попробовать на футбик еще отдать. Вот. Еще один момент. Посылка. Пришла посылка с почты. У меня написано, что, ну, как бы я указываю одну почту. Мне приходят все в одно отделение почтовое. Смотрю, мне написано, вас ожидает, короче, в центре города. Ну, черт, ну, как бы, не черт знает где, но, как бы, это надо ехать мне, да? Минут 20 на дорогу надо потратить, доехать. Ну, я думаю, ладно, доеду, поеду в центр, хотя мне вообще в центр не нужно было. Звоню туда и говорю, ну, там-то ли моя посылка, там ли? Она говорит, нет, она не там, она по другому адресу. Вы оставьте заявку, если вы хотите ее забрать сейчас, да, там вот до двух часов. И тогда после шести вы сможете сегодня забрать ее. Я оставляю заявку, после шести мчу в центр города, приезжаю, а мне говорят, нету вашей посылки здесь. Я говорю, в смысле нет моей посылки? А где она? Она в какой-то курьерской доставке. Я, блин, я говорю, а что я сюда приехала? А почему меня дезинформировали? Честно, это так вот бесит, реально гонят меня по всему городу. Я звоню опять на горячую линию, объясняю ситуацию, а она мне говорит, ой, а оно у вас, в вашем отделении, в котором я обычно беру. Я говорю, а вы чувствуете разницу вообще вот сейчас, где я нахожусь, да, и где сейчас моя посылка? Почему мне пришло уведомление, что меня ожидает посылка? Почему мне пришлось вообще звонить, оставлять какую-то заявку? В итоге я оставила эту заявку, хрен бы с ним, я поехала черт знает куда, и в итоге ее нету, она там. Вы прикалываетесь надо мной, что ли? Вот, и знаете, в такой ситуации, я понимаю, я говорю, я оставила жалобу, да, за дезинформацию, за ложную информацию. Но с другой стороны, вот как бы я понимаю, что а что здесь, да? Мне не доплатят сверху за эту посылку, да, мне не будет никаких как-то бонусов или скидочную карту какую-то мне крутую дадут, нифига. Что с того, что дезинформируют? Ну, это просто пипец. Почта России, как бы, вот, в основном, конечно, нет никаких нареканий, что уж тут говорить, да, я пользуюсь всегда Почтой России, я отправляю все Почтой России, как бы, да, и получаю все нормально. Но вот такие моменты, честно, они выбивают. Еще настроение плохое, хочется сказать, что Почта России говно просто, да. Но на самом деле 90% меня устраивает, как она работает. Ну, вот эта ситуация просто меня выбила, честно. Погонят меня по городу, я бегаю туда-сюда, заявки какие-то, вот, приколистые. Короче, сейчас поеду за этой посылкой к себе на район и уже с моего района в торговый центр. Я уже устала, если честно. Девочки, сейчас посмотрела по почте отслеживание. Она также находится, это моя посылка на Лермонтово, 116. То есть мне вообще сказали, что она не там, езжайте на Соколово. Сейчас мне сказали, езжайте в свою почту. А в итоге по номеру, вот, отслеживание, она находится на Лермонтово, 116. И там меня ожидает. Вообще трандец какой-то. Ну, я сейчас поеду на свою почту. Если ее там не будет, я сейчас позвоню этой девушке. Надеюсь, она же возьмет трубку на горячей линии. Хотя там горячей линии, наверное, их несколько. Но я помню, как ее зовут. Ее зовут Наташа. Это пипец какой-то вообще. Что творят? Ну все, девочки, получила я посылку. Надеюсь, меня хорошо слышно с этого. Получила посылку. Но самое интересное, что до сих пор эта посылка висит, что она ожидает меня совершенно в другом месте, в центре города. Я пришла на почту свою и говорю, блин, с посылкой сложности. Говорю, я не знаю, есть она у вас или нет. Показывают, что она не у вас, но по телефону мне отвечают, что она у вас. Ну, она посмотрела, говорит, да, она у нас. Отдала мне ее. Вот. ЕМС вот такая вот система непонятная. Так, Дэнь, уже отжал у меня вот 100 рублей. Сказал, мам, хочу и все. И не пускает дальше. Ну, давай глубже. Вот. Вот. Класс, взял? Кайф. Ну что, крошки, мы заходим в детский мир, посмотрим, с чем мы оттуда выйдем. Так, девочки, оказалось очень сложным найти подарки, короче, нам, потому что ничего реально не нужно. Ну, вот он увидел часики и сказал, часики, часики хочу. Выбрался зеленый цвет, возьмем. Сок захотел. Ну, я книжку-развивашку взяла, как бы не суть важная. Хочу прогнать его там по программе, да. Посмотреть, что, где у нас идут отставания. Короче, я решила, что оставлю денежку, наверное, до тех времен, когда нам что-то понадобится. А скоро зима, и надо будет брать какие-нибудь сапожки прикольные, вот. Я думаю, что я оставлю лучше денежку и добавлю, чем сейчас что-нибудь брать. Он даже не смотрит на игрушки, бегает здесь, веселится. Девочки, я взяла, короче, зашла в Леруа, вот мне оставалось одну вот эту штуку взять. Взяла блокауты вот такие серые, деньки в комнату повешу. Посмотрю, они должны быть хорошо. Еще взяла тюль, наконец-таки она появилась. Так, а сейчас хочу еще коврик, коврик, который у меня сейчас в спальне. Я хочу отдать деньке, ну его игровой, да. А себе нужно беленький какой-то, я уже давно думала, но небольшой. Сейчас вот посмотрю, что здесь продается. Такой, ну как бы прикроватный, да. Он все равно создает какой-то уют определенный. О, вот, вот типа того, даже, мне кажется, по размеру. Ой, Милка здесь захочет тусить. А есть вот такие, смотри, побольше, серенькие. Но мне что-то беленькие, наверное, хочется. Хотя на сереньком меньше будет всего видно. Вон еще. Сейчас, как я буду все это тащить, еще интересно. Смотрите, какой необычный чайник электрический я нашла. Это я в Ашан зашла сейчас. Ну, очень прикольненько выглядит. И стоит вообще недорого. Чайник электрический, 790 рублей. Ой, прикольный. И тостеры здесь тоже есть. Ну что, вот мы и пришли. Хоть в зеркало на себя взгляну, какая я ходила. Слушайте, ну ничего, такая причесочка интересная, да. Мне кажется, она очень долго продержится, потому что я опять на пенку делала. Объем такой большой. Что-то есть, и мне нравится. Мне нравится эта прическа с вот такой стрижкой. Класс. Ну, на мой взгляд, да, прикольненько. Так, купила еду, хотела что-то новое купить, девчонки. А в этом магазине в Ашане, там рядом с Ашаном, они сказали, что типа Грандорф это самое лакшери у них. И типа круче аналогов нет у этого корма. Я говорю, ну ладно, давайте. А я хочу что-то еще попробовать. Ну, тоже холистики, да. Ну, тоже что-то хорошее, качественное. Ну, просто другое для котят, я не знаю. Не знаю, посоветуйте, если что. Так, еще ко мне пришла посылка, скоро будет распаковочка. И еще я сейчас ей положила, она прямо нас ждала. Так, я положила сейчас... Блин, уже все. Две штучки купила на пробу, тоже она дала какие-то, типа классные, говорит, половинку ей. Или же по 40 грамм надо 3 раза в день. Ну, этого тоже, я так понимаю, на 2 раза. 93 рубля стоит одна штучка вот такая. Я две взяла. Она где-то там запропастилась. Он мелко ест. Она вообще любит вот такое. Взяла то, что было. А, и еще я взяла вот такой вот напиток попробовать. Блин, я не помню, пробовала его или нет. Возможно, я вообще пробовала, и он мне не понравился. Но он стоит 100 соевых рублей. Блин, по-моему, я его брала, и он мне не понравился, блин. И, короче, соевое молоко. Вот. Короче, пока так. Ой, ну что вам сказать по поводу подарка? Реально, короче, у меня ребенок, вот я прям радуюсь пока, что такой момент. Он заходит в магазин игрушек и не говорит, вот максимум, что он возьмет, максимум. На что он обращает внимание, да? Это во всех магазинах. Это Эльдорадо, МВидео, где продается техника, телефоны или любые другие, детские или взрослые. Ему нравятся часики. Он будет возле них стоять. Мама, часики, давай посмотрим, давай купим. Хочу, хочу часики. Вот. Это он любит. В магазинах продуктовых, ну что он любит? Киндер взять. И то, я ему говорю, там не надо положить на место, он положит. Конфетку. Вот очень любит конфетку. Вот это вот фрутелла, вот чупа-чупс, да? Надо взять. Ну, вот в продуктовом, да, мы любим походить. Он может и молочный ломтик взять, и печеньки он свои узнает, возьмет, да? Что это такое? Сок там возьмет детский. А вот что касается игрушек, когда мы идем в фикс-прайсе, вот он меня вообще, ну как бы, не забадывает. Купи это, купи то. Ему ничего не нужно. Реально у ребенка дофига всего есть. Он спокойно ходит, абсолютно. Он даже в руки ничего не берет и не заглядывается ни на что, поэтому в детский мир мы пришли, и я думаю, ну вот что бы он захотел, может что-то ему понравилось, чтобы ничего, он абсолютно не смотрел на эти игрушки. Ну вот так, ну посмотрел, ну и все. И начал бегать, вот нравится ему бегать. Начал бегать по магазину. А я думаю, зачем вот мне сейчас прям конкретно идти, когда у ребенка дофига игрушек, дофига с чем играться. Сейчас вот ничего не нужно, я не знаю, что ему взять из одежды, я не знаю, что ему конкретно сейчас нужно из обуви, да. А игрушки, ну игрушки, я считаю, это вообще отчасти выброс денег, да. Если ребенок, вот я вижу, что это выброс денег. Мы что-то взяли, он сел, поиграл, все, потом это валяется по дому. Все, это надо игрушки прям часть брать, вот прятать вот эти все игрушки, потом доставать, опять он поиграется полдня, и опять спрятать. Вот когда забудет, и кажется, что что-то новенькое, то есть он может поиграть полдня, день, да. На следующий день все это неинтересно. И таких игрушек и наборов, ну просто много, я не вижу смысла брать еще больше. Тем более игрушки сейчас не дешевые всякие, и лего, и то, и все. Не дешевое удовольствие, чтобы потом оно вот это валялось, и я просто хочу сейчас всю корзину эту взять да выбросить. Поэтому я думаю, отложу эту денежку, пусть она лежит. И вот сейчас придет осень, сейчас что-то, что-то, да ему нужно будет. Обувь, я думаю, сапожки я лучше добавлю, и возьму ему какие-нибудь хорошие сапожки, может быть, да, может еще ему что-то из брюк нужно будет. Посмотрим. Короче, решила просто я не транжирить деньги, я взяла ему часики, которые он хотел, чупа-чупс, которые он любит, взяла книжку-развивашку. Сегодня вечером будем ложиться спать и как раз книжку почитаем. Что там, часики новые, да? Одеваешь сам? Помочь тебе? Нет. Что-то не можешь часики одеть. Новые часики, надо научиться. Давай в дыречку засовывай. Вот так. Ну-ка, ну-ка, вот, молодец. А теперь сюда засовывай. Не, не, сам. Сам давай, конечно. Вот. Молодец. До конца засовывай. Вот. Молодец. Сам засовывайся. Девочки, время 15 минут четвертого. У меня еще столько дел, что мне бы сейчас вообще не ложиться спать, а делать. Мне надо вмонтировать одно видео, второе, третье. Еще снять одно надо видео. Но снять уже ладно на завтра. А монтировать надо сегодня, чтобы завтра выставить. И выспаться надо. А если пойду сейчас спать, то это значит, что завтра утром я встану точно уже поздно. И пока все смонтирую. Короче, опять во второй половине дня видео буду выставлять. Влог пока не хочу заканчивать. Хочу это в комнате занавески повесить у Деньки и чуть-чуть прибрать. И показать вам. Ну, хотя бы то, что купила. И тюль я купила в свою комнату. Короче, повесить тюль, повесить занавески. Я до этого два раза покупала занавески. И два раза их меняла, они не подходили. Я очень надеюсь, что эти занавески подойдут. На сегодня спокойной ночи. Доброе утро. Доброе утро. Водные процедуры с утра, да? Ну, мэм. Ну, мэм. Не надо меня мыть. Короче говоря, проснулись мы. Время два часа. Я точнее проснулась. Денька давно проснулся уже. Я не могу. И сегодня с утра еще такие громкие были эти работы. Просто такое ощущение, что просто в ухо мне сверлили. Мил, у меня волосы очень длинные. Ты сейчас запутаешься в них. Ой, шуршавка. Ой, шуршавка. Ой, ой. Лицо царапаешь. Вон она. Вон она. Ой, девочка. Моя кошечка. Ой, и себя помой, да? Всех помыла. Ой, короче говоря, я встаю. Ту-дам. 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 Ой, что я собираюсь сделать? Сейчас собираюсь сделать себе кофе. Я просто лежу уже там, отвечаю на сообщения, на почту, там все дела. Дела уже делаю, короче. Мозг уже заработал, а кофе я еще не пила. Сейчас я сделаю себе кофе. И я хочу пойти повесить занавески в детскую. Вот. Посмотреть, как они все-таки смотрятся. Все-таки остаются они у меня или летят обратно. Так, вот такое у меня сегодня молоко, потому что не было другого в Ашане. Вот. Но это вкусное, я знаю. Просто оно стоит дороже в два раза, чем то, которое я беру обычно. Ну, в общем, сейчас с ним сделаю. А Денечка у меня, зайчик, нашел себе мультики «Колобок», представляете? И просто смотрит его целыми днями. Скажи «Колобок». «Колобок». И он почему-то говорит не «Колобок», а «Колобот». Как я его не учила, он говорит «Колобот». Так, ну что, смотрите. Я повесила всего две занавески. У меня такое ощущение, что двух, мне кажется, наверное, даже здесь достаточно будет. Мне почему-то так кажется, что две вполне себе. Их только зашторивать мы будем там на ночь. Ну, как бы, а там у меня стены вот столько, да? Там не обязательно, что... Ну, зашторили, а когда отшторили... Короче, она сейчас помятенькая, но, смотрите, она очень классно перекликается с цветом полов нашего, да, цвета. И вот даже если просто зашторить, и классно, она вот не уменьшает вот так вот комнату, чтобы прям, да, сильно. И цвет очень красивый, прям такой. Снежная королева мне цвет напоминает. Вот. И очень хорошо, смотрите, вот на улице я даже открыла ролл-шторы. Смотрите, они открытые, да? И вот сейчас я выключу свет. Какие они блэкаута? Они такие же, как и мои чёрные в спальне. Смотрите. Кромешная просто тьма. Вот здесь немножко свет, потому что тут, ну, как бы, вот зазорчик. Мы можем вот так сделать. И просто, ну, реально тьма тьмущая. Вот. Так, а теперь я сейчас... А теперь я сейчас их расшторю, да, и не буду включать свет. И посмотрите, как они расшторенные смотрятся. Так, ну вот. У меня тюль такая, она хорошая. Там 3 метра, по-моему, она в ширину. Одна и вторая. Вот. Вот так вот они смотрятся расшторенные. Вполне себе вообще не берут на себя никакого акцента. Очень даже классно. Я всё этот угол никак не могу разобрать. Вот этот немного разобрала. И хорошо, надо стол куда-нибудь этот придарить кому-нибудь. Вот. Короче, оставляем эти шторы. Только надо... Они, знаете, немножко такие колом стоят. Да, я не знаю. Может быть, когда они... Постирать их, знаете. И они такие присядут немного. Может, сейчас мы их взбрызнем чем-нибудь. Они отвиснут. Будет хорошо, может быть. Но пока они вот колышком как-то стоят. Не мягкие такие. Но в целом мне нравится. Так, уют придало уюта. И не забрало на себя внимание. Вот это мне то, что я хотела. Так что зачётные. Короче, попыталась сейчас немного отпарить. Очень неудобно мне отпаривать. Тем более, эта штука, она мне не дотягивается. Где-то там наверху вообще неудобно. Чуть-чуть попыталась. В общем, как видите, нет ни одного ровненького места. Отглаженного. Поэтому я решила взять спрей. Добавила туда кондиционер для белья. И просто попшикала все занавески с двух сторон. С одной стороны и с внутренней стороны. Обе. Пусть висят, пока отвисают. Посмотрю, как будет. Вот. Хочу посмотреть, как они в разглаженном виде. Я, кстати, вам плохо их показала. Я хочу поближе показать, чтобы вы понимали. Я ссылку на них даже оставлю. Это сейчас, видите, они мокроватые. И цвет такой потемнел немножко. Так он с другой стороны светлый. Но сам факт, что он здесь без подкладки. Это какая-то одна такая плотная ткань. И я так понимаю, она, наверное, прошита внутри чем-то, да? Чтобы вот блокауты эти делать. В общем, серая с одной стороны. Красиво, то есть, да? И серая с другой стороны. Видите, под замши сделана. Такая. Ткань достаточно такая тяжелая, знаете. Ну, прям добротная. Если они выровняются и вот так вот прям опустятся, я думаю, что это будет очень круто. Они не будут стоять колом. Но они создают какое-то немного воздушное пространство. Мне вот это нравится. Вот. Не смотрятся какими-то тяжелыми такими, да? Вот. В общем, я довольна. Я могу ссылку на них оставить под видео. Если вы захотите такие же приобрести, уже видите, как они, да, смотрятся. Чтобы вы не искали их потом и название у меня не спрашивали. Вот. Короче, вот так. А вот еще вариант, если просто хочется избавиться от солнца, но свет, чтобы какой-то присутствовал. То есть, вариантов много. Вот так роллы закрыли, ролл шторы. И как бы свет есть, но он не падает ярко. Красота. Просто красота. Холодный отлив. Теплый. Да? Кому уюта не хватает, вот вам теплый еще ночничок. Класс. День второй. Мы опять в торговом центре. Мы снова заказали блинчики. Я сейчас к себе, кстати, заказала в первый раз для разнообразия. Блинчик с креветкой. Я не пробовала. Я не знаю, как это будет. Вот заодно попробую. Денька, смотрите, нашел. Я не знала даже, что так открываются эти, ну, вы поняли, да, тележки. И можно залазить вот так. Или вытаскивать что-нибудь, выгружать. А если не помещается что-то в тележку, да, можно как-то так. Ну, Денни, короче, по приколу вот это залазить туда-сюда. Купила вам видео. А у меня, кстати, были еще эти бонусы там. Я же покупала там вот это все для кухни. 120 тысяч там потратила. И у меня бонусы были. О, мое готово. Короче, бонусы были. И 50% расплатилось. Держатели для телека купила. В спальню для маленького телевизора. А в зал для большой. Ну, в кухню. Слушайте, ну, начало хорошее. Прям жирные креветки королевские. Пока нормально много. Сейчас весь доем. И скажу, нормальных там было. Соус вкусный. Ой, короче, мои хорошие. Могу сказать одно, что вкуснолюбые, наверное, все блины просто огонь. Реально вкусные креветок. Прям они жирные. Прям они, я не знаю, не просто королевские, а мега-королевские. Прям жирные, классные, вкусные креветки. Ну, мне понравились. И они были до самого конца. То есть до последнего кусочка я прям ела, и были креветки. Мне понравилось. Но, знаете, все равно Цезарь на первом месте. Почему? Потому что ощущается, что как будто ты ел мясо. А креветки все-таки как будто ты ел что-то другое, а не мясо. Я наелась, конечно, да, но ощущение такой сытости, что ты поел прям плотненько. Это как на мясо. Все, Денька доедает. Последний кусочек свой. И мы едем в Икею. Смотрите, подошла сейчас к простыням. У меня когда сложено мое... Короче, у меня же очень глубокая глубина получается. Высота матрасов один на один. 13 и 13, 26. Я говорю, есть у вас вот так, чтобы на два матраса сразу одеть? Смотрите. Они мне посоветовали зеленое, есть бежевое. Это я думаю зелененькую. Она тоже такая холодного отлива. Я думаю, красиво будет сочетаться с белым. Короче, возьму одно, оно 500 рублей стоит, по-моему. 80 на 2. 26 сантиметров глубиной. Попробуем. Если что, докуплю потом. Так, ну что, мы пришли домой. Давайте я вам покажу. Поменяю вот этот коврик. Поменяю на красивый коврик. Закончим потихонечку. Вот надо уже, кстати, вот здесь уже практически все сделано в этой комнате. Останется только... Так, у меня кровать не заправлена, не обращайте внимания. Останется только... Ну, вот эти вот комодики надо убрать. Я взяла, кстати, повесим телевизор наверх. Комодики вот эти отсюда уберем. Вот, ну, тут еще по мелочи надо будет убрать. И, в принципе, здесь уже практически все готово. С подоконника убрать. Ну, это вот я на днях уже сделаю. Так, давайте вот такой вот я коврик взяла. Красивенький. Ой, как он классно, да, по размерам будет. Он метр пятьдесят только. Он прям должен быть впритык вот так вот. Сейчас посмотрим. Так, ну вот, смотрите, я постелила. Он, в принципе, хорошего размера. Ну, мне кажется, не метр пятьдесят, метр двадцать он, наверное. Да? Метр пятьдесят. Мне кажется, не метр пятьдесят. Ну, ладно. Короче, вот такой коврик. Единственное, знаете, что? У мамы такой коврик, он лежит на этом, на ковролине. Да, прикроватной. А у меня, ну, как бы гладкие полы. И он вот так вот скользит. Надо, короче, что-то сделать, чтобы он так не скользил. Это не очень, как бы, хорошо. Но, в целом, мне нравится. Цвет хороший. Такой прям, да. Из-за навесочки я тоже хочу такие вот какие-то сделать. Блокауты здесь не чёрные в дальнейшем, да. Чтобы всё-таки светлые были. Будут ещё больше увеличивать комнату. И делать, ну, свои оттенки, короче. Ещё в поиске. Вот. Ну, в принципе, всё. Только единственное, посоветую тебе, что бы сделать мне, чтобы он вот так не скользил. Он, Данька, прыгает, короче. Он прям раз и скользит ему. Ну, это не дело. Это мне не нравится. Приклеить его не кайф. Я же буду всё-таки его туда-сюда. Может быть, надо приклеить какие-то такие, знаете, типа силиконовые штучки, которые не будут давать ему ездить. Напишите, где такое можно взять. Вот. Ну, в целом, хороший. Ворс такой небольшой. Стоит две тысячи. Ворс, кстати, где-то... Мне кажется, сантиметр есть у ворса. Точно, да. Сантиметр у ворса есть. Милка, нравится тебе уже? А? Нравится моя девочка? Ты первое заценила. Диван. Скажи, я тут буду спать. Теперь мама. Не у тебя в ногах, а тут. Ой, какой классный полосик. И хорошо, что он вот как бы не на всю, потому что я, в принципе, люблю больше полов. Ну, как бы помыл полы и всё такое. Меньше, короче, пыли сборников, чтобы было. Ой, ну что, мои хорошие. Мои спадики. Всё. В общем, я показала вам кое-что. Кое-какие изменения. И день рождения. И, в общем-то, наши повседневные заботы. Думаю, что влог пора заканчивать. Буду прощаться с вами. И уже в следующих влогах вы увидите что-то новое ещё в квартире. Вот. Всё готовится, всё потихонечку. У меня как пазл такой, знаете. Я купила эти кронштейны, и не просто так, что мне хочется повесить телевизор, да? Нет. Как только я поставлю кронштейн, ну, подвешу телевизор, я сразу уберу то, что находится под телевизором. То есть этот телевизор я подвешу, я сразу уберу вот эти две полки. Ну, в другую комнату, так, чтобы оно гармонично смотрелось пока временно. А вообще я собираюсь убрать этот пластик отсюда. Вот. Тоже буду либо продавать потом на Авито, либо девчонкам кому-нибудь отдам, кому нужно. Мама что-то там тоже хотела. Вот, соответственно, другой подвешу телевизор и тоже уберу комод в детскую. Это будет Дэнкин комод с его всякими там вещами. Его надо ещё как-то уплотнить, стенку внизу, которая. А то у меня всё сваливается, и он там то не закрывается, то ещё что-то. Вот. Короче, как пазлик. Уберёшь одно, сразу освободится другое. Освободиться там, он сразу преобразится то. В общем, много всего. Вот. И ещё я подумывала, и мама сегодня предложила в Икеа, знаете, такую штуку купить? Я вот сюда вставлю фотографию. У многих я знаю блогеров и моих знакомых. Я жила в квартире с такой штукой, односъёмной, кстати, вот на Менделеевской. Там девочка, с которой мы жили, она покупала такую вещицу. Ну, ей просто удобно было, как бы для хранения, интерьер красиво. Она со столом вместе покупала. Вот. Я жила, вот с этой штукой удобно было. Потом я приезжала в гости ко многим и видела такую штучку. Она очень классно в интерьер вписывается. Ей можно реально очень много всяких решений делать в квартире. То есть её можно не просто около стенки поставить, эту штучку, да. Она, казалось бы, просто простая, ячейки простые, да. А на самом деле ей можно перегородку красиво сделать. Её можно красиво украсить на фон, подсветки какие-то сделать. Ну, то есть, может быть, очень интересное решение. Я думаю, взять такую, знаете, 4х4. Она 1,5х1,5 метра получается. Ну, то есть, такую крупненькую, чтобы можно было вниз поставить ящики. В детскую, я просто думаю, да. Вниз поставить ящики, деньги на игрушки всякие, там, ещё что-то для хранения, да. А верхняя часть, она будет именно, ну, красиво чего-нибудь там. Чё-нибудь красиво стоять. Вот. Так что, и здесь такой штука очень много. Думаю, взять. Мама завтра придёт. Вот. Уже в следующем влоге это вы увидите. Маму увидите, что мы с ней там напридумывали. Может быть, уже в следующем влоге закажу и соберут мне эту штуку. Вот. Так что, прощаюсь, наверное, с вами до следующего влога. Люблю, целую. Пока-пока. Жду ваши комментарии, лайки. Кто ещё не подписан, подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok